Вопрос о взрослом окружении ребенка и его влиянии на него. Речь идет о близких родственниках, друзьях, то есть тех людях, которых он видит регулярно, взаимодействует, доверяет и которым, соответственно, подражает. Причем с особенной охотой тому, что на словах позиционируется в семье как негативное, недостойное, но на практике, увы, имеет место быть. Например, обещали, не выполнили, повышение голоса или недовольный тон, сплетни, осуждение окружающих, категоричность и так далее. Как только возникает ситуация, где нужно договориться и искать компромисс, у ребенка включается ранее увиденная сцена. Плюнуть, крикнуть, хлопнуть дверью на выбор. Или все вместе. Много смайликов. Хорошее у вас окружение, у ребенка ничего не скажешь. Аргумент всегда один и справедливый. А вы сами-то. А вот папа... Ну тут что скажешь. Случай летальный. Исцеление. Я не знаю, как вот добыть. Как исправить папу. Надо воспитывать мам, пап, дядь, теть, бабушек и дедушек. И как защитить ребенка. Ведь каждый транслирует ему свою позицию и бывает, что довольно навязчиво. Понятно, что стерильной атмосферы не будет. Но хочется нивелировать результат от разномастного и разнообразного воздействия. И заложить для подростка базу независимости от этого воздействия. Такой фундамент для его же собственной устойчивости. Чтобы в трудных ситуациях его меньше раскачивало. Вот как к этому поступить? Надо ли воспитывать взрослых? Предполагается, что вы-то сами себя уже воспитали. У вас эмоции контролируете. За мышлением следите. Вы говорите и выполняете свои обещания. С мужем проблемы. Он все не так делает. И ребенок на него ссылается. Вопрос, сможете ли вы перевоспитать мужа? Как-то у меня сомнение вызывает, что вам это удастся. Если его поддерживает вся семья оставшаяся, помимо вас, бабушка, дедушка. И так же ваша там мама, бабушка, дедушка тоже. И все остальные. Только вы одна такая прекрасная, замечательная и правильная. То я думаю, что эта миссия невыполнима. Если там есть у папы какие-то другие достоинства. Взрослых воспитывать, оно такое, знаете, как это... Мы можем разговаривать и говорить, что такое хорошо, что такое плохо. Это, собственно говоря, речь о семье идет. Какие у вас в семье ценности? Если у вас не сформированы эти ценности, и папа позволяет себе при ребенке так вот себя вести, то я не знаю, насколько он вас любит. Вопрос ведь в том, что если вы переживаете от того, что ваш муж так себя ведет, ему тоже от этого должно быть плохо, если он к вам относится хорошо, так по-человечески, с любовью. Если вы будете переживать, то рано или поздно он вынужден будет как-то подстраиваться. Тут у вас еще там звучит, что там надо когда искать компромисс, когда там нужно договариваться. Но вообще с маленьким ребенком не договариваются. Маленький ребенок делает то, что ему родители говорят. Договариваться начинают. Ну так, в очень узких областях, в очень узких. Но работая с маленькими детьми, взаимодействуя с ними, наша задача заранее продумать, что будет ребенок делать сейчас, через час, завтра, с утра, с обеда, вечером. И мы в мыслях простраиваем то, что он будет делать. И эти мысли, они действенны. Если вы заранее знаете, но вы не просто так вот, ваши фантазии на тему, как ему должно быть завтра, хорошо или плохо. А вы его хорошо знаете, вы учитываете его интересы, простраиваете его день. Тогда вам не нужно там с ним чрезмерно договариваться, искать там компромиссы. Тогда вы говорите, что должно быть вот так и вот так. И завтра будет вот так и вот так. Он заранее это знает. У него там и других вариантов. Может и не возникнуть. В ситуации, когда там ребенок капризничает, это когда вы сами толком не знаете, что вы от него хотите. Или начинаете одно, а потом делаете другое. Смена решений, нарушение ритма, режимы дня. Говорите одно, делаете другое. Ну, это невозможно. То есть, если вы хотите исправлять ребенка, вам нужно исправлять образ жизни своей семьи. Это вам любой психолог скажет. Потому что, если вы ребенка приводите, он полностью от вас зависит. Вот к первой части вопроса, вот там большое окружение. Но ребенок, по сути говоря, до семи лет, его душевно-духовная это часть ваша, мамина. И если вы сильны, то там никто не преодолеет. Если вы сильны в своем продумании его детской жизни, в своей картине, которая простраивает его жизнь, то никто не вмешается, потому что вы и он это одно. Естественным образом, ребенок подхватывает те вещи, которые сильно эмоционально окрашены. И они как плохие, так и хорошие. Поэтому, когда вы говорите, что вот он берет особенно то, дома говорили, что это плохо, и он начинает это делать. Когда он это делает, надо сказать, что и подростки тоже так делают, не только маленькие дети. Они хотят убедиться, что ваша позиция на эту тему, что вы говорили, и вы должны определенным образом реагировать. Они хотят убедиться, что в том, что вы говорили, это было правда или нет. И они так делают, хотят посмотреть, а что получится-то? Это все время такое испытание. Они хотят убедиться, что действительно вот вы сказали, что это плохо, из-за этого он получит по шее, будет там наказан, что-то еще произойдет очень такое. И это переживание определенных эмоций. Поэтому, когда они специально делают что-то плохое, они хотят пережить ваше внимание в первую очередь. И подростки, они хотят убедиться в вашей решительности, что именно вот так. А то вы это говорили, что это плохо. А давай-ка я теперь посмотрю, правда, что плохо или нет. А сделал, ага. Получил по шее, все хорошо. Правильно говорили и все. И тогда этот вопрос будет решен. Ну, тут не очень удобно, что возраст не указан, потому что разный возраст. Маленький ребенок, он следует мыслям тем, которые есть у людей, которые его ведут. И там начинается с того, что мама договаривается с папой, должна быть некая семья со своей философией. А так по отдельности такое ощущение, что вы там один в тылу врага, одна в тылу врага, кругом враги и все вредят. Ну, тут, я не знаю, тогда проще ребеночка там оставить и идти искать там светлый путь одной, в своем там с нимбом на голове. Не знаю я, что сказать больше.